Искусственный интеллект на пересечении амбиций На конференции Ignite генеральный исполнительный директор Microsoft Satya Nadella заметил, что из-за скорого перенасыщения информацией у людей могут возникнуть проблемы. Дефицитными, по словам Наделлы, окажется способность людей извлекать из потока информации смысл и наше время. Но помощником может стать искусственный интеллект. Он поможет понимать большой объем данных. Компания Microsoft собирается создать умных агентов в области виртуальных помощников. В планах компании научить их воспринимать текст и речь, а также в целом понимать людей, зная о том, кем является человек, кто его семья и где он работает. Компания Microsoft уже говорила о перспективах внедрения подобных технологий в свои продукты. В августе глава подразделения Windows Терри Мейерсон заявил, что Windows 10 будет поддерживать приложение со смешанной реальностью уже со следующего года. Пикселем от Google не до России. Официальных подтверждений тому, что новые смартфоны от Google Pixel и Pixel L будут продаваться в нашей стране нет. По информации из сети не подтверждают ожидания поставки и известные российские ритейлеры электроники. Новые устройства были представлены в прошлый вторник. Смартфоны из металла и из стекла будут продаваться с операционной системой Android Nougat на борту, оснащены амалодисплеями с диагоналями 5 и 5,5 дюймов, со стеклом Gorilla Glass четвертого поколения. И в Pixel, и в Pixel L имеется сканер отпечатков пальцев, а батарея на 2770 и 3450 мАч соответственно. Основное преимущество новых устройств – камера на 12 мегапикселей с фазовым автофокусом и сдвоенной светодиодной вспышкой. Цена новых устройств начинается от 43,5 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Вечная энергия сделана в России. Батарейка может прослужить более 100 лет благодаря новой технологии, разработанной учеными из Самарского исследовательского университета имени академика Королева. В основе – идея преобразования энергии от радиоактивного источника в энергию электрическую. Предположительная сфера применения батареек такого рода – мониторинг газа и нефтепроводов в отдаленных российских регионах. Батарейки в состоянии выдержать как низкие, так и высокие температуры, вплоть до плюс 350 градусов. Работа над проектом условно-вечных батареек велась в течение 15 лет, а опытный образец, по прогнозам самарских ученых, будет получен уже этой осенью. iPhone платежом красен Не только айфоны, но и Apple Watch на прошлой неделе научились расплачиваться простым прикосновением, и в нашей стране 4 октября в России официально заработала платежная система Apple Pay. Первое время система будет работать исключительно с картами Сбербанка, но в перспективе в Apple Pay возможно включить несколько банковских карт, когда одна будет основной, а остальные – дополнительными. Причем платить можно будет каждый из них. По слухам, другие банки получат доступ к системе уже к началу ноября. Полетел на честном слове. Сеймар Алдаер, исследователь из Имперского колледжа Лондона, представил прототип первого дрона, летающего без аккумулятора. Источником питания служит беспроводной передатчик электроэнергии, сообщает сайт hightech.fm. Передатчик располагается на земле, и пока летательный аппарат может подниматься в воздух строго над ним, лишь ненамного отклоняясь влево и вправо. Исследователь уверен, что в будущем его изобретение способно серьезно повлиять на развитие целой индустрии дронов. А на сегодня все. Вся информация для выпуска получена из электронных средств массовой информации и с сайта hightech.fm. Актуальные новости о технологиях из сети стоит только войти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова